24 июля – день памяти святой равноапостольной княгине Ольге. Княгиня Ольга – одна из самых ярких женщин Древней Руси и одна из самых загадочных её правителей. У нас очень мало достоверных источников и очень много легенд, которые рассказывают о первой женщине-правительнице Древнерусского государства. Мы не знаем ни места, ни точной даты её рождения. До сих пор идут споры о происхождении великой княгини. Скандинавские исследователи считают, что она варяжских кровей. Болгарские учёные уверены, что она родом из их страны. Ну а в России больше придерживаются версии, что Ольга родом из Пскова. И у всех есть свои основания. Но сейчас речь не об этом. Нам достоверно известно, что Ольга была очень красивой и умной, даже мудрой. В русских летописях имя Ольги впервые упоминается в связи с именем князя Игоря. Согласно легенде, изложенной в степенной книге, их первая встреча была не очень романтичной. Во время охоты Игорь переправлялся через реку. В роли перевозчика волею судьбы оказалась Ольга. Князь попытался приставать к девушке. Но Ольга отчитала его. Пусть я молода и одна здесь, но знай, лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругания. Народные сказания идут дальше. В них говорится о том, что Ольга сбросила князя в воду. Встреча эта не прошла даром для Игоря. И когда настало время жениться, он вспомнил про строптивицу, полюбившуюся ему, как пишет летопись, за ум и красоту. Оставшись одна с маленьким сыном на руках, Ольга жестоко отомстила убийцам мужа. Жестоко – это по нашим сегодняшним представлениям. А по тем временам месть ее была вполне оправданной и справедливой. И, как всегда, тут не обошлось без мудрости княгини Ольги. Сначала по приказу княгини были заживо закопаны вместе с ладьей древлянские послы-сваты. Затем второе посольство лучших древлянских мужей, присланных уже по просьбе самой Ольги в Киев, сожгли в бане. Потом пять тысяч древлянских воинов были порублены во время тризны по Игорю. Ну и, наконец, Ольга сожгла главный город древлян из Коростень. Отомстив врагам, Ольга стала выполнять роль мудрой правительницы государства. Ей удалось укрепить могущество киевского княжества. Она ввела централизованное государственное управление, усовершенствовала систему налогообложения. И первой из русских правителей приняла христианство. Ольга поняла, что государству нужна единая религия, которая будет объединять разрозненные части в одно целое и удерживать их от распада. Не случайно Ольга была канонизирована в середине XVI века, когда активно шел процесс создания российского централизованного государства. И причислена была княгиня к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоилось только пять святых женщин в христианской истории. Интересно, что Ольга почитается не только в православной, но и в католической церкви. И считается она покровительницей всех новообращенных христиан и вдов. В общем, Ольге умницы мы и красавицы. И польза от нас огромная. Вот только лучше нас не обижать. Продолжение следует... Продолжение следует...